О новой волне мобилизации этой осенью в сентябре-октябре в России можно услышать из каждого утюга. Это обсуждают Z-каналы, которые уверены, что мобилизация будет. Это говорят чиновники районных и городских администраций, которые говорят, что мобилизация будет. Собственно, у учащихся высших учебных заведений, а также у сотрудников предприятий, собирают военные данные, ну в смысле данные по военным билетам, а также мы видим подготовку на уровне самих военкоматов. Более того, начинают действовать все те принятые ранее репрессивные законы, связанные с повестками на мобилизацию, с уклонением от них. Все это происходит прямо сейчас. И если надо было бы выделить одну точку опасности за все последние полтора года, то сейчас данных, указывающих на то, что мобилизация вот-вот начнется, гораздо больше, чем было даже в сентябре прошлого года, когда была первая волна мобилизации. Меня зовут Майкл Наки, и сегодня я вам расскажу про эти данные. Расскажу, что указывает на то, что мобилизация вот-вот начнется. Также скажу единственную, наверное, причину, по которой, ну, есть шанс, что ее не будет. И я надеюсь, именно так и произойдет. Хотя надежда – это единственное, что в этом контексте остается, потому что все признаки указывают ровно на то, что она все-таки случится. Ну, а также расскажу, что делать в момент, когда мобилизация будет объявлена, потому что ситуация сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Было принято огромное количество специальных законов для того, чтобы не позволить людям уклониться от мобилизации. Итак, давайте перейдем к тому, что вообще такое мобилизация, для чего она нужна. Мобилизация – это когда берут людей с так называемого запаса. В запасе находятся почти все граждане России мужского пола и некоторые граждане женского пола. Собственно, во время мобилизации мы уже видели, как это проходится. Людям рассылаются повестки и их призывают на фронт. И если во время прошлой войны мобилизации еще были у кого-то сомнения, что именно будет происходить с людьми на фронте, то когда она началась, первая волна мобилизации, эти сомнения пропали. Потому что раньше Владимир Путин, Сергей Шойгу говорили, что мобилизованные будут находиться в глубоком тылу, и что они не будут на фронтовой линии, они не будут ходить в штурмы, они не будут ходить в атаки. Выяснилось, что это абсолютная неправда. Более того, многих мобилизованных даже без обучения бросали в самоубийственные штурмы на позиции врага. Огромное количество погибших, еще больше раненых. И это то, как выглядит российская мобилизация. Что изменилось с точки зрения прошлой волны мобилизации вообще в самом характере призыва? Ну, во-первых, это электронные повестки. То есть, если раньше достаточно было просто не получить повестку от военкома, то теперь это все сделать гораздо сложнее. Потому что после попадания вот в этот список людей, которых хотят мобилизовать, на вас уже будут накладываться ограничения, связанные с распоряжением собственным имуществом и прочими вещами, которые нужны для обычной жизни. Поэтому в этот раз мобилизация будет жестче. Уклониться от нее будет сложнее. А сделать так, чтобы и остаться живым, и остаться без каких-либо, собственно, уголовных преследований, будет на порядке сложнее, чем это было раньше. Что указывает на мобилизацию? Давайте начнем с прямых фактов, которые на это указывают, а потом перейдем к общему состоянию линии фронта и откуда берется необходимость мобилизации прямо сейчас у России. Во-первых, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал о своей такой прямой линии, что он планирует обратиться к Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой ротировать мобилизованных россиян. Во время прямой линии главе региона поступил вопрос от женщины, которая сообщила, что ее муж уже 10 месяцев находится в зоне СВО. За все это время ему ни разу не был предоставлен отпуск, а проблема носит системный характер. А, собственно, глава региона ответил следующее. Во время мобилизации от Минобороны от меня звучало, что мобилизация проходит на 6 месяцев, но сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно. Я готовлю письмо в адрес руководства страны, заявил глава региона. Откуда вообще это слово ротация и почему это ключевое слово для определения возможности мобилизации? Дело в том, что ротация – это механизм на линии фронта и за ее пределами, который предполагает, что человек, который воюет, не будет находиться на линии фронта, то есть на передке больше месяца. Вообще по ротации задумано следующим образом. Месяц воюешь на передке, 3 месяца в тылу. Не в смысле отдыхаешь, в смысле все еще воюешь, но ты уже не на передовой. Потому что после месяца активных боевых действий на передовой человек перестает воспринимать адекватную реальность, у него снижаются там когнитивные способности, у него снижается реакция, у него снижаются возможности. Поэтому в любой армии мира есть ротации. Ротация есть и в украинской армии. Почему вот в Украине, например, мобилизация активно продолжается? И почему список, вот спектр мобилизации расширяется? Потому что по факту на одного человека на передовой тебе нужно 3 в тылу, которые будут вот эти вот 4 человека ротироваться между собой. Месяц от воевал, 3 месяца в тылу. Поэтому увеличение мобилизации в Украине это прямое следствие того, что у них действительно работает ротация и работает хорошо. Некоторые там говорят, что вот они мобилизуют, потому что у них гигантское количество потерь. Это неправда. Дело в том, что по объективным данным, по информации от независимых источников и средствам объективного контроля, связанным с отслеживанием потерь среди техники и среди пехоты украинской, потери Украины в полтора раза меньше, чем российские потери. Причем даже во время наступления, что удивляет военных аналитиков по всему миру. Так как во время наступления, по идее, армия должна терять больше, чем та армия, которая обороняется. Но этого мы не видим. Просто история заключается в том, что необходима ротация. И для того, чтобы она соблюдалась, для того, чтобы военные могли эффективно продолжать воевать, нужно как можно больше людей, собственно, в тыловых, в том числе, частях, которые будут сменять тех, кто на передке. Российские Z-военкоры, провоенные военкоры пишут, что у Украины проблем с ротацией нет, что она регулярно происходит. А вот про российскую армию они пишут, что там с ротацией полная беда. Люди, в том числе мобилизованные, воюют по 10 месяцев на передке. Это чудовищно большой срок. После такого солдат превращается в что-то слабо напоминающее человека. Об этом пишут не только Z-военкоры, но есть и постоянные обращения от жен мобилизованных, от родителей мобилизованных, и, как вы видите, заявления от глав регионов. Почему ротации не происходят в российских войсках? Объяснение есть только одно. Потому что не хватает людей. Дело в том, что людей не хватает в российской армии где-то с января. Потому что в сентябре была проведена мобилизация, они компенсировали какое-то количество потерь, и, собственно, восстановили линию фронта. Потому что было это после как раз освобождения Харьковской области украинскими войсками. Когда Украина смогла быстро выбить огромное количество российских войск и захватить большое количество техники. И фронт посыпался. И России нужно было этот фронт восстановить. Для этого было мобилизовано от 300 до 500 тысяч человек. Ну, то есть официальная цифра 300 тысяч. Многие говорят, что на самом деле там было 500, а некоторые даже называют цифру в 700 тысяч человек, но остановимся на цифре в 500 тысяч человек. И после этого фронт удалось частично восстановить. То есть мобилизованными заполнить те самые бреши. При этом мобилизованных часто отправляли напрямую, на передовую, даже без какого-либо обучения. Если вы вспомните мобилизацию в сентябре-октябре прошлого года, то вы вспомните, что самая частая жалоба, которая поступала, это то, что мобилизованные бросили на передовую без обучения. То есть это люди, которые не были приспособлены к тому, чтобы воевать. В итоге, что получается? Что после этого, когда уже фронт был восстановлен, нужно было еще какое-то количество людей для проведения собственных атак. Многие об этом забывают, но зимой Россия проводила свое наступление, которое закончилось абсолютно ничем. Россия не продвинулась ни на метр, ни по одному из направлений и потеряла огромное количество людей и техники. Символом того наступления стал город Углидар, под которым Россия просто сожгла огромное количество своей техники и огромное количество своих солдат. И, конечно, такая тактика России может только радовать, потому что, ну, если они продолжат такой тактике выступать, то, собственно, Россия проиграет быстрее, чем это случится, если Россия будет действовать разумнее. Однако, суть заключается в том, что после этого наступления, где было потрачено большое количество пехоты и после огромного количества местных штурмов, которые Россия проводит не только в нападении, но и в обороне, когда пытается контратаковать освобожденные территории, у России снова большой дефицит кадров. То есть, людей для того, чтобы ротировать тех, кто на фронте, нет. Именно поэтому в январе огромное количество военных экспертов рассказывало, что Россия сейчас будет проводить мобилизацию, потому что, с военной точки зрения, мобилизация нужна была еще тогда, особенно учитывая план России по наступлению зимой. Однако Россия не стала проводить мобилизацию в январе и феврале, тем самым потеряв собственные возможности для наступления и создав огромную проблему для собственных войск на передовой. То есть, создав ситуацию, в которой нет ротационного резерва. Из-за этого сейчас, к сентябрю этого года, те, кто воюет на передовой, воюют уже по 10-11 месяцев. Я говорю про мобилизованных. Их никто не ротирует. И это основная претензия, которая есть сейчас и у родственников мобилизованных, и у самих мобилизованных, и у командиров подразделений, как, например, у командирова 58-й армии, командующего 58-й армии, Попова, которого за эти высказывания отставили и, собственно, отправили на сирийские операции. Ну, то есть, фактически, это такая мягкая отставка, что называется. Вот, поэтому сейчас ситуация с ротацией достигла пиковых значений. Если ротация не будет проведена, то большая часть российских военных потеряет боеспособность в принципе. Именно поэтому сейчас огромное количество и Z-каналов и военных аналитиков говорит, что Россия будет проводить мобилизацию. Вы скажете, Майкл, но они же набирают добровольцев по контракту и даже отчитываются, что набор идет замечательный. Дмитрий Медведев говорит, что с 1 января 2023 года было набрано 280 тысяч добровольцев. Зачем же им тогда мобилизованность, спросите вы? Но давайте посмотрим, насколько это правда про добровольцев. На эту тему тоже есть высказывания всевозможных путинских чиновников. Например, вот Евгений Бавин, глава администрации Владивостока, который рассказывает, что задача по набору контрактников не выполняется. Если так пойдет и дальше, то, собственно, будет новая мобилизация. Вот записано аудио с его встречи с руководителями управляющих компаний и ТСЖ. Сегодня мы можем решить этот вопрос в добровольном порядке. Завтра пойдем вместе все с вами, если мы не закроем этот вопрос. Еще раз говорю, ребята, которые зашли в сентябре, точнее, 22 февраля 2022 года, они уже больше года находятся там. Должна быть замена, должна быть ротация. Я прошу головой, пожалуйста, не мотать и не реагировать на это. Просто завтра, если мы не выполняем эту задачу, все пойдут в принудительном порядке. они не выполняем. Вот возьмите и объявите мобилизацию. Я понимаю, я агитирую сейчас. Коммуналку агитирует это. Почему коммуналку агитирует? Я не коммуналку агитирую. Я говорю о том, что мы должны... Вы же знаете, ребята, которые у вас в домах, по домам, знаете, кто не владежеспособный. Вы всех знаете наперечет. Правильно? Да. Довести до них эту информацию, я думаю, это не составит труда. А мы не разговариваем, просто головой мотали. Как так получилось? А что получилось? Как получилось? Мы же сейчас не так обсуждать. Скажите, пожалуйста, вашу должность и замглавы администрации города Влевостока. А вот видео с Тольяттинского завода, где тоже рассказывают, что план по контрактникам не выполняется, и поэтому в скором времени может начаться мобилизация. На город Тольятти поставлен план 2000 человек. Мы набрали немногим больше 250, это 10-15 процентов в зависимости от района. Если в течение месяца двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивал, не будут, опять винтомат и понесут повесток. Поэтому сейчас если кто-то хочет поправить свое материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство судебных приставов, все это реально сделают. Что еще свидетельствует о том, что цифры по поводу контрактников и добровольцев абсолютно дутые? Ну, мы с Русланом Левиевым в сводках разбирали это несколько раз. Дело в том, что если вы набираете 280 тысяч человек, это надо понимать, это большое количество людей, это почти столько же, сколько было мобилизовано. Именно о такой цифре говорит Дмитрий Медведев, то их видно. Ну, то есть если вы набираете контрактников и добровольцев, вы что с ними делаете? Правильно, вы их обучаете и потом они поступают на фронт. Соответственно, в местах, где они обучаются, это те же места, где обучались мобилизованные после мобилизации, потому что возможности России с точки зрения обучения чуть поменялись, но не сильно. Мы знаем эти лагеря, имеем данные спутников по отсмотру этих лагерей и фиксируем в лагерях активность, если она там в социальных сетях, что вокруг этих лагерей когда начинается интенсивное обучение, люди начинают писать, что вот очень активно тут более того сообщают о всевозможных пьяных солдатах, о разлете болванок и о постоянном шуме. Всего этого не было в прошедшие месяцы около тех лагерей, которые предполагаются для обучения. Более того, мы не видим этих людей на линии фронта, мы не видим там ротации, мы не видим там замены, мы не видим там увеличения численности российских солдат. То есть, эти 280 тысяч человек, которых заявляет Медведев, их нигде не видно. И либо они прячутся под Кремлем в секретном бункере, откуда их в какой-то момент выпустят, либо эта цифра полностью выдумана. Более того, есть свидетельства того, как накручиваются цифры. Например, когда министр обороны Сергей Шойгу выпустил приказ о том, что все добровольцы теперь должны заключить контракты с армией, что начало происходить? Есть большое количество подразделений, которые считаются добровольческими. Например, группа Вагнер считалась добровольческой, Дешерга Руси считается добровольческой. Ну вот, огромное количество подразделений, которые с точки зрения военного анализа внутри российской армии приписываются к добровольческим соединениям. Когда вышел приказ Сергея Шойгу о том, что добровольцы должны подписать контракт с Министерством обороны, тогда эти контракты начали подписывать, и подписание этих контрактов их заносили в дополнительное появление добровольцев. То есть, даже если мы предположим, что цифра Медведева имеет какие-то привязки к реальности, то на этих привязках к реальности окажется, что это абсолютная профанация, что количество людей на фронте не увеличилось, просто подписали все те добровольческие отряды, включая Ахмат, например, Ахмат тоже добровольческий отряд, Кадыровский, просто взяли и их приписали к новым добровольцам. Поэтому, как с точки зрения данных объективного контроля, как то лагеря, посты в социальных сетях о проводах и всего остального и появления на фронте, мы не видим того, чтобы действительно хватало добровольцев. Второе, с точки зрения заявления путинских чиновников и всевозможных государственных деятелей регионального образца, мы не видим того, чтобы действительно хватало контрактников, наоборот, они все жалуются, что план не выполняется. Ну и третье, от Z-каналов мы тоже слышим, что все это фигня и мобилизация будет. Ну, а не многие про это пишут, что Захар прилепен, что многие другие, ну давайте ограничимся, не знаю, таким 13-м, который четко проговаривает, что вы можете сколько угодно закрывать глаза, но мобилизация будет. Привет, друзья! Сегодня поговорим про хорошее и плохое. В преддверии новой волны мобилизации она будет по-любому, вы себя можете как хотите утешать, говорить, что там резервы какие-то есть, что мы и так победим и все прочее. Резервы не придут, резервы это мы, все, отходим от этого правила, поэтому можете сидеть, закрывать глаза, говорить, нас не мобилизуют, взаимоприят, скажут, друг, либо поехали, либо пять лет, все, как бы, ну, выход один. Теперь дальше. Какие еще факторы указывают на приближающуюся мобилизацию? Стали приходить сообщения в большом количестве, что на различных предприятиях и в различных вузах собирают данные воинского учета от своих сотрудников, прося рассказывать, собственно, военную специальность, знания языков и все прочее. Вот, например, история про компанию Nestle Россия. HR-отдел филиала компании в городе Вязенке Владимирской области запрашивает мужчин серию номера даты выдачи военного билета. Ранее подобное письмо пришло сотрудникам московской компании Вентра. Ну, раньше это был Келли Сервисес, вот после ухода значит это стало Вентрой. Со студентов и аспирантов высшей школы экономики принудительно электронным образом собирают данные для воинского учета вплоть до знаний иностранных языков и водительского удостоверения. То есть, таких новостей сейчас за прошедшие недели было прям много, все их перечислять не буду, но, соответственно, мы видим, что подготовка к мобилизации идет. Субтитры создавал DimaTorzok